И сегодня мы пришли в врата 11 книги, которую мы изучаем, книга о человеческих достоинствах или пути праведников. Сегодня мы изучаем, вчера мы изучили у нас, какое мы качество изучали вчера, кто помнит, беспокойство. И очень все красиво идет. Радость, беспокойство это то, что лишает человека радости, и сожаление. То есть есть, если мы возьмем из психологии, чем отличается беспокойство от сожаления? Знаете, очень простое отличие. Беспокойство это о будущем, сожаление это о прошлом. Чувство вины человек испытывает за прошлое. Беспокойство за будущее. Сейчас мне пришло в голову, что вину можно чувствовать и за будущее. То есть человек идет, собирается что-то украсть и уже чувствует вину. Но он же еще не украл, он пока просто чувствует вину, тогда ни за что. Все-таки вина это за прошлое. Сожаление это о прошлом. А беспокойство это о будущем. То есть человек думает, что все может быть не так хорошо, как он хотел бы. Он беспокоится. Что же это так? Наверное, будет плохо, думает беспокойный человек. Наверное, будет. А есть такие беспокойные люди, которые думают, не, будет все хорошо, а потом будет плохо. Это называется боязнь успеха. Это, я называю такие, есть у кого есть страх неудачи, и люди задают вопрос, у меня страх удачи. Я говорю, это извращенный страх неудачи. То есть ты думаешь, что будет удача, а потом еще больше неудачи. А есть, которые у них просто страх неудачи, такой простой. Они сразу думают, что будет неудача. То есть без вот этого придумывания успеха, а потом будет неудача. И вот Фанни Банни, кто-то очень остроумный, дает комментарии. Суетологи, он говорит. Есть такие люди? Суетологи. Суетологи. Хорошо. Врата сожаления. Значит, ну, пишет он сразу, да, что сожаление, это когда человек раздумывает и жалеет о своем поступке. Если он сделал что-то неподобающее. И это прямой путь к возвращению лакзор-битшуа. То есть на иврите есть такой термин, который называется лакзор-битшуа, вернуться к возвращению, дословно. То есть человек, который, он начинает соблюдать заповеди Торы, он называется хузер-битшуа. Да? Значит, хузер-битшуа, он вернулся к возвращению. Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот на любом телефоне, например, или компьютере, я не знаю, на компьютере, да или нет, на телефоне точно есть такая кнопка, вернуться к заводским настройкам. То есть из любого ситуации, из любой ситуации, в которой человек оказывается, ну, в телефоне, он может вернуться к заводским настройкам, как бы в нулевую позицию, чтобы начать сначала. Прямо снести весь софт и вернуться к заводским настройкам. Вот то же самое, вот этот термин лакзор-битшуа, вернуться к раскаянию, он имеется в виду, что я возвращаюсь к возвращению, я возвращаюсь к той изначально чистой нулевой точке, в которой находится душа, когда заходит в этот мир. Душа – это часть божественного света, которая чистая по определению. Потом душа попадает в тело, которое животное по определению. Потом в теле человек, слушая позывы своего тела или подчиняясь каким-то неправильным идеологиям, которым его научили другие люди, он совершает поступки, которые Всевышний назвал злом и которые делать нельзя. И он как будто бы пачкает свою, вот то, что называется животная душа. То есть вот этот божественный свет, облекаясь в тело, он в теле как бы создает новую сущность, новую структуру, которая называется нефиш, это животная душа. И вот во время нахождения в теле вот эта вот животная душа, в которой есть интеллект, который ее осознает и который формирует личность человека, значит разными действиями, которые совершаются, духовные действия, которые называются заповеди, как бы набирается, набирается, это создаются одежды для души. И заповеди это как одежда для души, то есть ты создаешь как бы такую новую в духовном мире структуру, в которой ты потом будешь жить. А вот грех, то что называется, это он пачкает эту одежду для души, рвет ее и создает на ней такие очень тяжелые грузы, которые потом после смерти не дают человеку подняться в духовный мир. Он как бы, у него нет подъемной силы, ему говорят, извините, вы жили ради этого мира, вам отсюда тяжело уйти, значит у вас нет, вы не набрали духовной силы, нет у вас криптовалюты. Вот скоро, я вам говорю, скоро отменят, отменят скоро, значит наличные и все люди, которые зарабатывали, у них белые доходы, им скажут, все, значит у вас деньги есть теперь, новые электронные деньги, которые полностью под присмотром государства. А те люди, кто копили наличными на черный день, у них, как они скажут, извините, а где вы наличные взяли? Он скажет, ну мы, не знаю, скажут, все, наличных нету. Как в Советском Союзе, помните, сгорели все деньги на сберкнижках и все, и люди, которые всю жизнь копили и складывали, оказалось, что вся их жизнь была впустую. Вот так же человек, когда уходит из этого мира, и он всю жизнь занимался только этим миром, ему говорят, извините, значит с собой вы ничего взять не можете. А у вас нет валюты в духовном мире в вечности находиться, вы в рай, как бы для вас вход закрыт. Он говорит, как, я же, а что вы же, вы же, ну вот, те, кто на уроки Торы ходили, вас пропустят, конечно, а те, которые не ходили, ему скажут, слушай, тебя звали на уроки Торы? Тебе сколько раз посылали вот эти вот уроки Торы? Тебе говорили, надо соблюдать заповеди, надо, ты что говорил? Нет, это все не для меня, это мне не важно. А теперь тебе важно, извините, все. Хорошо, но вот тут вот нам дают, прямо дают нам сейчас, знаете, такой джокер. Говорят, что вот это вот сожаление плохих поступков, это прямой путь к тому, чтобы сделать вот это вот возвращение к заводским настройкам. И невозможно вернуться без раскаяния. Не можешь ты без вот этого сожаления и раскаяния вернуться к своим чистым заводским настройкам. Почему? Потому что если человек не раскаивается о своих грехах, это как царь стира, пришел к царю, просит прощения, но не сожалеет о том, что он делал плохие вещи. Царь еще больше на него разгневается, как ты не сожалеешь? А если он еще будет продолжать, так тогда вообще не будет его просьба о прощении принята. Понятно, да? Поэтому сожаление это очень важная вещь. Сожаление о плохих поступках. Теперь здесь, дальше он пишет, интересно, что любое качество, оно бывает и в плюс, и в минус. Дальше он пишет, где сожаление в минус человеку, да? Но я хочу чуть больше сейчас, чтобы мы поговорили. Это очень короткая глава, две странички всего. Значит, как еще раз работает сожаление? Вот человек делает какой-то запрещенный поступок. Возьмем, ну, самый простой, всем понятный поступок. Человек украл у другого его деньги. То есть, это по всем понятиям плохой поступок. Потому что другой человек старался, он работал, он как бы... Ну, это часть его жизни, можно сказать, да? То, что он... Особенно, когда воруют у людей то, что они... Я советую посмотреть фильм всем. Фильм называется «Пчеловод». Такой боевик, год назад он где-то вышел, стетхом там играет. И вот такой был пчеловод, который был, как бы, какой-то спецназовец, который... Самый страшный спецназ. И была какая-то девочка, которая... Не девочка, женщина, которая была пожилая, пенсионер, у нее был благотворительный фонд. И она очень была такая добрая, хорошая женщина. И был бандит такой, который был сыном президента США. То есть, в фильме вообще они, конечно, взяли такие крайние позиции. Вот есть президент США, женщина. И сын вот этой женщины. Он был преступник, который сделал такую компанию. Которая вот сейчас очень много обманывают и в Израиле. Которые звонили к старикам. Вообще, самые беззащитные старики. И, значит, обманывали их и вытаскивали деньги. И тут вот этот вот сын президента США, его компания, которая вот так вот обманывала стариков, вытащили у этой женщины ее последние деньги. Женщина эта закончила жизнь самоубийством. А вот этот Стетхем, он был ее сосед. И он был ее сосед. И он потом всех поубивал, короче, в этом фильме. Всех злодеев он убил. Значит, справедливость восторжествовала. Ну что, давайте рассмотрим ситуацию, когда человек украл, не зная этих всех законов. Как я помню на уроке Равыцкого Зильбера, один человек, он говорит, он стал религиозным уже. И он Равыцкаку говорит, скажите, пожалуйста, а что мне теперь делать? Вот я работал на фабрике. И я воровал с фабрикю. Делал шоколадные батончики. Я очень много воровал шоколадных батончиков. Говорит, что мне теперь делать с этим? Как мне вернуть? Как мне теперь восстановить справедливость, что я годы воровал эти шоколадные батончики? Я не помню, что Равыцкак ответил ему. Но у меня остался такой момент, что если ты об этом сожалеешь сильно и как-то... В общем, некому уже возвращать. Нету фабрити, нету Советского Союза. А может быть, как бы он же в Советском Союзе все принадлежало народу. Правильно? То есть это была советская народная власть. Значит, фабрика тоже принадлежала народу. Значит, он как бы у себя воровал. То есть, ну может быть, каким-то образом вот технически это не было воровством. Но его сожаление, это была очень позитивная, правильная вещь. Теперь, когда человек делает какой-то грех, он же в тот момент, когда делал, он хотел его сделать. То есть, корнем, началом любого действия является намерение и желание сделать это действие. Теперь, как работает сожаление? Ты исправляешь корень того действия. То есть, то, что было в корне намерения сделать. Ты теперь говоришь, я сожалею об этом намерении. И я не хотел бы, если бы еще раз, вот я попал бы в ту ситуацию, я бы уже ни в коем случае не хотел бы совершить этот грех. И таким образом раскаяние, оно на духовном уровне исправляет корни тех событий, которые произошли. Теперь некоторые события можно исправить и можно вернуть, например, украденные. Некоторые события нельзя исправить. Но само по себе сожаление, сожаление о корне события, оно на духовном плане исправляет. Теперь возвращение, например, без сожаления, оно не исправляет на духовном плане. То есть, человек, например, он украл, его поймали, он вернул технически награбленное. А сам в это время думает, ну ничего, я вот выйду из тюрьмы, значит, я еще приду, еще и заберу и вообще там убью, не дай бог, да. Получается, что то, что он технически вернул награбленное, это никак его не улучшает и не исправляет. А вот если человек, например, украл, не вернул, но он искренне сожалеет о том, что украл и больше, то есть его сожаление тоже же Всевышний знает. А как он знает, что это искреннее сожаление? Значит, человек попадает в такую же ситуацию. Если он в такой же ситуации выстоял, значит, его исправление, его сожаление было искреннее. Значит, теперь второе. Он пишет, когда сожаление, наоборот, плохо для человека, когда он сожалеет о добром деле. И он приводит вот такой пример. Вот, например, человек кому-то сделал доброе дело, и он ему давал, там, помогал, давал ему какую-то милостыню. Потом тот человек, которому делали доброе дело, он его как-то разгневал. И если тот, кто рассердился и говорит, зря я тебе помогал, вот не надо было мне тебе помогать, то он как бы стирает всю позитивную основу своих поступков тем, что он сожалеет о том, что он ему помогал. Поэтому нужно так сказать, я о том, что тебе помогал, не сожалею. Я это делал во имя Всевышнего, я это делал для того, чтобы выполнить заповедь, делать добро. И как я делал добро, пусть это добро, оно всегда со мной останется на вечность. Но с этого момента, как ты поступил некрасиво по отношению ко мне, я больше, например, не хочу больше тебе помогать, но я ни в коем случае не сожалею о тех добрых, хороших делах, которые я делал для тебя раньше. Вот тут вот сожаление было бы неправильным качеством, да? Теперь в житейских делах, сожаление хорошо или плохо в жизни? Он говорит, что плохо. Автор этой книги, он говорит, что качество сожаления в обычных нейтральных делах достойно порицания. То есть в грехах это хорошо, в хороших поступках это плохо, сожаление. В обычной жизни, он говорит, это плохо. Когда человек не держит свое слово. Сегодня обещал сделать что-либо, завтра сожалеет об этом, не исполняет, дает какие-то обещания, потом сожалеет. То есть само по себе вот это вот качество сожаления о том, что я сделал, оно расшатывает как бы жизнь и психику человека. Поэтому он говорит, что нужно, прежде чем ты что-то выбираешь, нужно подумать. Я отдаю лайфхак, который как, как можно делать. То есть если человек собирается что-то сделать, нужно всегда выбирать тест. Я попробую. То есть не принимать какие-то глобальные решения. Я попробую. Я сейчас попробую. Значит, у меня нет пока решения. Хочу попробовать и дальше я определюсь. В таком случае человек не дает каких-то обещаний ни себе, ни людям. Он говорит, я попробую. Сейчас я там день попробую, два попробую, три попробую. А дальше решу. Потом на неделю можно взять на себя как бы какое-то дело. Да, потом на месяц. Но не, чтобы потом не менять свои решения. Значит, дальше он обращается к людям, пишет. Человек, вернись, пока твой раскаяние не имеет силу. Не откладывай до мадилы. Раскайся перед Всевышним, сожалеет. Теперь, если, например, кто-то, если ты сделал что-то против твоего ближнего, раскайся, пойди помирись с ним. Пойди помирись с ним. Интересно, что, значит, царь Соломон, что нам говорит? Что тот, кто признает свои ошибки, Иерухам, над ним будет милосердие Всевышнего. А Макше Балибо, тот, кто ужесточает свое сердце и идет вот прямо, сделал что-то неправильно, но доказывает, доказывает, доказывает сам себе, людям, что нет, я все правильно сделал, он и поль бра, он, в конце концов, упадет в пропасть какую-то, потому что все-таки нужно смотреть на вещи, что человек может совершить ошибку. И когда, если человек, он признает о себе, что я могу ошибиться, и он моде, он как бы это признает, то это для него путь к исправлению. Теперь, если кто-то ближний провинился перед тобой и раскаивается, прими его раскаяние. Если даже ты сомневаешься в искренности его раскаяния, прими его. Вот тут интересный момент. Значит, многие задают этот вопрос. Если кто-то там сделал по отношению ко мне что-то плохое, и потом он сожалеет об этом, принимать, не принимать. Он на автор книги говорит, да, принимай. То есть нужно принять раскаяние. Почему нужно принять раскаяние? Опять же, из того же принципа. Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. То есть, если я сам себе даю как бы разрешение, я говорю, да, я мог ошибиться, да, я могу исправиться. То ты живешь в этой концепции. Теперь, если кто-то ошибся и говорит, что он исправился, ты говоришь, не, я не верю, это невозможно. Типа, люди неисправимы. Если ты веришь, что люди неисправимы, как же ты сам исправишься? Поэтому нельзя быть вот таким двуличным. Нужно сказать, я верю, что люди исправимы. Я принимаю твое там раскаяние. Но при этом быть осторожным. То же самое, когда человек сам раскаялся, он тоже должен быть вдвойне осторожным, чтобы не, ну, например, человек, который там пил, потом бросил пить, да, он, можно бросить пить, но нужно быть осторожным, чтобы не попасть в ту же ситуацию, в которую ты пил раньше. То же самое, то есть с другим человеком. Да, можно раскаяние, я тебе доверяю, что ты раскаялся, я верю тебе, но быть потом осторожным, чтобы не попасть снова в ту же ловушку. Дальше он пишет такую вещь Сожаление это путь ко всем добрым делам То есть если ты сожалеешь о каких-то своих неправильных поступках Это как раз и есть очень важный такой рычаг То есть когда ты сожалеешь И ты прямо вот зачем я это сделал Я неправильно сделал Я в этом сильно сожалею Ты создаешь предпосылку Чтобы ты в будущем этого не сделал То есть ты как бы усиливаешь вот это вот свое отвращение к этому поступку И в этом случае значит сожаление Оно является очень хорошим делом Помогающим исправиться Держись этого правила Подумай в душе обо всем что совершил О каждой заповеди Которую ты не выполнял как нужно было Постановление к мудрецов И сожалей об этом И разгневайся даже на себя Как же я не стремился к тому чтобы исполнить волю создателя Как же я без должного внимания То есть не выполнял постановление мудрецов И в этом случае твое сожаление Оно тебе очень сильно поможет В исправлении Вот такое вот мы сегодня проучили Очень хорошее такое Короткое но понятное Нам совет Исследование По поводу сожаления Давайте подведем итог Сожаление о плохом Оно помогает человеку Сожаление о хорошем мешает Сожаление о Просто в жизни Да Оно мешает больше Поэтому в обычной жизни Нужно Чтобы не сожалеть Брать Да Зачем я их позвал Вот это сожаление Смешно Значит В обычной жизни нужно Чтобы не сожалеть Пробовать по чуть-чуть Да Вот спрашивает Риммен Может ли Казино быть легальным бизнесом Вы знаете Я думаю Что Я думаю Я не Не являюсь Как сказать Авторитетным Я не раввин То есть я не изучал Дословно Аллаху Закон Но Насколько я знаю Что казино Не является Бога Как сказать Бога угодным Достойным бизнесом И Оно приводит Очень многих людей К несчастьям Те кто играют В казино Тоже играть Нельзя Да Нельзя играть Нельзя делать казино Но Но что Значит Если у вас есть казино Лучше продать Пока не поздно И заняться Чем-то Бога угодным Отдать Я вам расскажу Пример Вот короткий пример И мы сейчас На этом сегодня Заканчиваем Да Я лично знаю Одного человека У него в Израиле Была сеть Некошерных магазинов То есть он Еврей В Израиле Но он привозил сюда Привозил он сюда Значит Ну продукты Вот он был такой Продавал Некошерные Очень некошерную Еду И что Потом Но у него Не складывала жизнь То есть с деньгами У него было Все отлично Но у него Не было Жены Не было детей Он как-то У него было Ну вот Ну не складывалось Во всем остальном Кроме бизнеса Не складывалось Он пришел К Равинову И говорит Вот как мне Хочу жениться Хочу семью Хочу Он стал религиозным Тот ему говорит Продай этот бизнес Да Продай Десятину Десятую часть Отдай тем людям Которые Не могут жениться И у которых Там нет детей Именно Есть Те Кто учит Постоянно Тору А в Рахим Они посвятили себя Изучению Торы И у многих У них Они из бедных семей Особенно русскоязычные Они приходят Из У них Никто их не поддерживает Если американские Религиозные Да ребята У них семьи религиозные Им там Пол Манхэттена Принадлежит И они посылают Детей учиться В Яшивы Они Обеспечивают им жизнь Потом они женятся Покупают им квартиры Потом они Возвращаются В семейный бизнес Полдня учат Тору Полдня работают Прощение Не обязывает Правильно Вот Алексей Не обязывает К общению То есть прощение Это внутренне Вы ему прощаете Человек может исправиться Но вы можете Его остерегаться Я закончу эту историю Значит Он Взял Продал эти Свои некошерные Магазины Десятину Отдал тем Кто из Сироты Помог им жениться Чтобы у них Были дети И так далее То есть он Как раз То в чем Ему нужна была Помощь Всевышнего Он помог Другим людям У него сейчас Трое деток Прекрасных Прекрасная семья Он женился Буквально Месяц После этого Он женился Прекрасные дети Прекрасная семья Он открыл Ну уже он торгует Только кошерными продуктами И продолжается Его бизнес Он слава богу Процветает То есть если Если у вас Есть казино То в принципе Посмотрите Истории тех людей У кого были казино Я вам говорю С вероятностью На сто процентов Что у них Были очень тяжелые Жизни Потому что Тот кто занимается Нелегальными Полулегальными Какими-то бизнесами Которые приносят Несчастье Человеку Рано или поздно Их настигает Все то зло Которое они Косвенно сделали Оно каким-то образом Их настигает И поэтому Я советую Всем кто Занимается Какими-то Полулегальными Бизнесами Как можно быстрее Выходить из этого И Десятину Вкладывать В духовность Самому Не важно Деньги давать Это Это очень важная вещь Помогать Хорошим проектам Давать сдаку Но самое важное Это самому Учить Тору Молиться И делать добрые дела Лично То есть человек Он в этом мире Живет все равно Внутри себя Его главное место Это жить внутри себя В своей внутренней Как бы Самоощущении А потом человек Уходит из этого мира В принципе Он даже из этого тела Выходит Поэтому нужно Прежде всего Думать Чтобы вам внутри Было хорошо Чтобы у вас На вечность Было хорошо А вот эти вот Там у вас Больше денег Меньше денег Это совершенно Параметр Который Ну Не является Основным Хотя Большинство людей Именно об этом Думают Что это основной Параметр Но по факту Даже для ощущения Счастья В этом мире Параметр Количества денег Является Вообще Неопределяющим Это и ученые Доказали То есть сейчас Конкретно Экспериментальная Психология Доказала Что на Ощущение счастья Количество денег Влияет только До там 200 тысяч долларов В год Заработка Потом Деньги уже Счастья не приносят Приносят только Беспокойство Чем больше денег Тем больше Беспокойства А те вещи Которые реально Приносят счастье Они истории Благодарность Хорошее общение Простое честное Общение Хорошая семья Хорошее отношение В семье Эмоции Позитивные Это все доступно Любому человеку Независимо от количества Денега Которого у него есть Все друзья Удачи и успехов Шаббат Шалом Хороший Чтобы был шаббат Ходы Что в хорошего месяца И с Божьей помощью Встречаемся В воскресенье В 10 утра Урок для всех В 11 Для партнеров Для спонсоров Икра Значит Те кто помогают И распространять Тору И вкладывают Деньги В то чтобы Больше людей Смотрели уроки Торы Значит Для вас отдельно В 11 Отдельный урок Значит Мы изучаем Очень интересные Темы Как С точки зрения Торы Больше зарабатывать Как раз Те кто хотят Больше зарабатывать В 11 утра Жду вас на уроке В воскресенье Все Всем удачи Успехов Счастливо